я приветствую вас дорогие друзья у себя на канале чувство знания Виталия Рафеева сегодня мне хотелось продолжить тему интересную тему для мужчин в первую очередь и поговорить о таких важных аспектах отношений между мужчинами и женщинами как о важности ухаживания и оказание внимания знаков внимания женщины женщинам со стороны мужчин так как в предыдущем видеоролике я показал вам что необходимо мужчине искать такую девушку такую женщину которая требует к себе внимание требует к себе ухаживания такие понятия достаточно тривиальные и которые имеют большую историю в жизни человечества сегодня я буду говорить об важности ухаживания и оказание знаков внимания я вам покажу смысл этого этого действия ухаживания и оказания знаков внимания для мужчины для вас мужчин для вас парни для вас ребята это важно не не то чтобы заняться женщины с девушкой сексом как вы думаете да что вы ставите себе такую цель она требует к себе внимание ухаживания этот конфетно-букетный, какой-то кофейный ресторан, прогулочный, дружественный период, быстрее его пройти и, как говорится, затащить, попасть к этой девушке с постель, с ней. Эта цель, конечно, такая интересная, безусловно, для нас, которые мужчины молодые и которые не очень молодые, стремятся к этой цели и используют это состояние ухаживания и оказания внимания девушке в этих целях в основном. А причина этих действий кроется в совершенно других вещах. И я бы хотел вам сегодня эти вещи показать, открыть эту сторону такого тайного мира, который вы не подозреваете, но я бы хотел это вам показать. Итак, сегодняшняя тема наша – ухаживать, ухаживать и внимание. Так, понятия ухаживания и оказания внимания женщинам уже у современных молодых людей и немолодых, в том числе, они как бы смешались, смешались. Оба эти понятия в таком состоянии находятся взаимного замещения, то есть, когда мужчина ухаживает за женщиной, ему кажется, что он внимателен к ней, и с другой стороны, когда он оказывает эти знаки внимания, он думает, что он ухаживает за ней. То есть, такие понятия достаточно потеряли свою остроту, актуальность потеряли, и я хочу вас вернуть к этим понятиям, к истокам, к истокам этих понятий, и показать вам, в чем их смысл. То есть, содержание этих понятий. Итак, содержание понятия ухаживать. Содержание понятия ухаживать – это означает оказание, протягивание руку, руку помощи, мужчина протягивает руку помощи женщине в пространстве. То есть в пространстве протягиваем руку женщине. Это первое у нас. Когда мы ухаживаем, мы протягиваем руку помощи, скажем так, женщине, показывая ей, что вы более сильный мужчина, более благородный. И ее слабости проявляются в пространстве. То и тут важное слово, категоричное слово, слово пространство. Именно в пространстве вы ухаживаете. То есть когда такие простые, пример у нас, такие пространственные. То есть вы открываете дверь перед женщиной в пространстве. Вы усаживаете женщину за стол, подвигаете к ней стул, чтобы она села за стол. Это тоже в пространстве. То есть все ваши действия Которые вы оказываете Оказывается с женщиной Когда вы рядом находитесь В пространстве Рядом в пространстве То есть вы находитесь близко 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 Рядом с женщиной Рядом с женщиной Итак друзья Два важных вопроса Когда вы ухаживаете за женщиной Вы находитесь в пространстве и находитесь рядом, близко с женщиной. Этот момент очень важный. И в этот момент вы можете протянуть женщину руку помощи, скажем так. Оказать ей такую... Показать ей ее черты подчеркнуть. Женские черты подчеркнуть, да? Как бы показать и подчеркнуть свои мужские достоинства какие-то подчеркнуть, да? И женские достоинства подчеркнуть. Именно в пространстве, когда женщина входит в мужской мир пространства. И в этом пространстве вы помогаете ей в тех или иных действиях. Какие-то поступки совершаете для нее в пространстве. Это важно. И это состояние называется ухаживать. А когда мы говорим о внимании, о знаках внимания к женщине, в этой категории это слово «внимание» относится не к пространству, оно относится ко времени. Мы оказываем знаки внимания женщине во времени. Здесь мы пишем слово «время». Во времени, это важно. Во времени знаки внимания. То есть женщина рядом с вами, нет. Рядом. То есть если вот здесь она у вас была рядом, близко с вами, когда вы за ней ухаживаете, то когда вы оказываете ей знаки внимания, женщина рядом, рядом близко ее нет. Женщина далеко находится от вас. Далеко. То есть на расстоянии, скажем так. На расстоянии находится. То есть женщина от вас далеко находится. Понимаете? То есть когда, то есть где у вас категории, когда вы оказываете внимание, вы это должны, эти два вопроса, разделять и осознавать эти два процесса. Очень важные процессы. Сейчас покажу почему. Итак, когда вы оказываете знаки внимания, всегда, женщина находится от вас во времени. То есть во времени, понимаете? Во времени она как бы вам близка во времени. Во времени близка. Но она расстояние находится. Она не находится к вам близко в пространстве. Понимаете? В пространстве от вас далеко. Это можно легко, как мы проиллюстрируем знаки внимания, когда вы оказываете женщины в пространстве, современном, информационном. И в обществе, друзья, вы находитесь, да? Что вы делаете? Вы можете послать смс-ку, да? Вашей девушке, женщине. Вы можете позвонить ей, да? Поддерживается что в это время? То есть эти два вопроса отвечают за совершенно разный и очень важный характер ваших отношений и связей между мужчиной и женщиной. То есть ухаживание отвечает за что? За формирование ваших отношений. За поддержание формирования ваших отношений. А внимание, когда вы оказываете женщине во времени на которой не зависит от пространства. Пространства, если нет, нет пространства. То есть женщине не зависит от пространства. Это связи. То есть связи. Вы укрепляете связь с женщиной, вы развиваете эту связь и вы поддерживаете связь. Когда вы оказываете знаки внимания женщине во времени, находясь от нее на каком-то расстоянии, на каком-то пространстве, понимаете? Вот, эти примеры вы можете очень легко найти на какой-то мелодраму, посмотрите, и вам сразу видится там эти, как сценаристы, режиссеры выстраивают эти линии поведения мужчины и ухаживания, и оказывают внимание, да, то есть в знаке внимания, взгляд, взгляд, мужчина посмотрел на женщину, оказал ей внимание, посмотрел на женщину на расстоянии, правильно? Он оказал ей внимание взглядом, понимаете? Он оказал ей внимание, послав ей воздушный поцелуй, да, классика, да? Опять же, знак внимания на расстоянии, на расстоянии. Расстояние большое, а время, время очень короткое, сразу приходит, внимание, сразу приходит, быстро, от времени независим, зависим от пространства, пространство большое. А здесь мы, в этом, когда мы ухаживаем, мы от пространства не зависим, а зависим от времени. То есть надо всегда действовать быстро в пространстве, чтобы оказать женщине ухаживать за ней, помочь успеть, как говорится, помочь ступить ногой на ступеньку, поддержать ее за руку. Эти два важных момента, я надеюсь, вы поняли. И на них будете обращать свое внимание и уделять этому вопросу важную часть своей жизни. Когда мы ухаживаем и когда мы оказываем знаки внимания. В начале, в первый период ваших каких-то этого понимания, этих вопросов, вы постараетесь их отдельно проводить, проводить отдельное ухаживание, обращайте на себя внимание, на свое состояние, когда вы ухаживаете. И когда оказываете знаки внимания, сегодня я оказываю знаки внимания, вот сейчас делаю знаки внимания какие-то. В другой момент я ухаживаю за женщиной и вижу эти состояния, слежу за собой. Как я это делаю? Как это по поступке совершаю? И что внутреннее я ощущаю? Какие чувства у меня происходят? Затем во втором этапе вы что делаете? Вы объединяете два состояния. Состояние ухаживания и состояние внимания. Одновременно. Одновременно. То есть вы и ухаживаете, и оказываете знаки внимания. Это важно. Эти два состояния объединить. Если мы объединяем эти два состояния, то что мы делаем? Что мы делаем? Мы объединяем пространство и время. Вот здесь. Пространство и время мы объединяем, когда одновременно и ухаживаем за женщиной, и оказываем им знаки внимания. Таким образом у вас появляется шанс. Очень большой шанс. Объединить этот мир в отношениях и связях между мужчиной и женщиной. Между вами и женщиной. Вы объединяете мир. Мир. Объединяете пространство и время. Пространство и время. Что делают? Что делают перед вами? Они раскрывают перед вами мир. Раскрывают перед вами мир. Так вот. Вот это я нарисовал перед вами. Что нарисовал? Я нарисовал перед вами двери. Вот видите двери? Это вот ручка, скажем так, да? Вот еще одна ручка. Помните в дворцах? В дворцах всяких разных там средневековых дворцах и более там позднего времени в дворцах там двери распашные двери всегда. Распашные двери. В богатых домах всегда двери двух распашные. Таким образом распахивается мир, когда вы ухаживаете и оказываете внимание женщине одновременно. Пространство и время соединяются. Благодаря этому соединению вы имеете возможность открыть дверь в мир. Когда вы откроете дверь в мир, это главная причина, почему ваши действия, ваши ухаживания и оказывают внимание женщине. Это не занятие с ней сексом последующее, которое вы стремитесь, конечно, безусловно, а направление своей и сексуальной энергии в мир, которая откроется перед вами. Когда эти двери откроются, вы туда направите свои решения, свои действия, свои поступки, свои благородные навыки человеческого качества, вы в мир пойдете. В мире будете совершать дела. Вы в мире будете допущены к богатству, совершению добрых дел, творчеству, сотворению каких-то разных вещей. Но, так вот, я вам хочу это сказать еще раз. Оказывайте женщинам, девушкам знаки внимания, ухаживайте за ними постоянно. То есть этот процесс внимания и ухаживания не является вашей самоцелью. То есть вот это поухаживали, указывали внимание, позанимались сексом и разбежались, да? И забыл про это сразу, да? Нет, конечно. Если вы будете вот так поступать, как традиционно, это у нас принято, да, то вам придется много работать. Вот эти двери попасть, чтобы попасть. Вам будет сопротивление все время, чтобы туда попасть. Потому что пространство и время внутри вас будет разделено. И вам в мир не попасть. Вам не доверяют. Вас будут бояться там, в этом мире. Вам придется работать здесь. Здесь работать много придется и служить. Вместо того, чтобы творить что-то в мире. Такие высокопарные слова, конечно, я сейчас сказал. Я вообще стараюсь их избегать. Дорогие друзья, я сегодня хотел ваше внимание уделить двум вопросам. Ухаживание и внимание за женщинами, за девушками. Эти вопросы находятся в пространстве и времени, которые формируют ваши связи и отношения с миром. Поэтому, дорогие друзья, я призываю вас обратить внимание на правильное ухаживание за девушками, за женщинами и правильно оказывание их внимания. И стараться объединить эти два состояния. Ухаживание и оказывание внимания. И здесь примеры хотелось, конечно, привести. Как ухаживать за женщинами и одновременно оказывать знаки внимания. То есть мы, когда приглашаем женщин на свидание, а я вам рекомендую посмотреть мой плейлист «Правильное свидание», в котором я рассказывал о том, как правильно создавать правильное свидание. Такая игра слов, да? И когда вы создаете такое правильное свидание, в нем очень много возможностей создать, объединить ухаживание и оказывание внимания, чтобы открыть в двери мир. Ну ладно, дорогие друзья, будьте здоровы, счастливы, ухаживайте и оказывайте внимание вашим и нашим дорогим женщинам и девушкам. Всех вам благ. С вами был я, Виталий Ерофеев. Подписывайтесь.